В республике подвели итоги масштабного федерального проекта «Дороги дороги». Активисты Общероссийского народного фронта исследовали качество автомобильных трасс. Где проживают самые недовольные и самые счастливые водители, выясняла наша съемочная группа. Официальный сайт общественного проекта пестрит фоторепортажами плохих дорог. Активистам удалось выявить немало нарушений. На одной из улиц Новочебоксарской ямы латали кирпичами, в Алатаре – песком. Многие водители жаловались на состояние трассы между Шахазанами и Канашом. В антирейтинг попали и другие муниципалитеты. Особенно удручающее состояние и такая отрицательная оценка выявилась в Алатарском районе, в Урнарском районе, где автомобилисты уже практически не верят местным властям или дорожникам. Бывает, что дороги, на которых проводился масштабный ремонт, в течение года разваливаются. Автомобилисты жалуются, что асфальт укладывается прямо в лужи, в непогоду, в дождливое время или в зимнее время. Рейтинг дорог активисты составляли в течение года. Автолюбители сами ответили на вопрос анкеты. На каких трассах не хватает разметки, светофоров, переходов, где дорожники не торопятся латать ямы, очищать снег и убирать мусор. Большинство респондентов поставили муниципальным дорогам три балла, а в село вопросе приняли участие более тысячи человек. В Яльчицом районе, в деревне Байглычево. Байглычево? Байглычево. В прошлом году метров 100 или 200 заасфальтировали. В этом году... Это какая улица? Это одна у них, одна улица. Какой это участок? Сколько это? Ну, наверное, метров 200 заасфальтировали. Дальше ямы до канавы. В этом году немного ямы прикрыли, а дальше как битумом залили, так и стоит. Насколько вы оцениваете качество автомобильных дорог по принципальной шкале? Ну, четвертую точку. А какие участки автомобильных дорог вы назвали по самым плохим? По Беспублике. Беспублике? Ну, это я как-то ездил в сторону Латаря. Там есть вот один участок небольшой дороги, километров 30, наверное. Там начали делать. Улица Гражданская, чтобы довели до конца. Там везде бордюры, чтобы поставили. В некоторых местах бордюров нет. Состоянием дорог остались довольны жители Батревского района и Чебоксар. Понятно, что в городах больше дорог с твердым покрытием асфальтированным. Здесь качество довольных дорогами больше. Это если сравнивать с районами, где в основном основная часть это дороги 4, 5 и 6 категории. То есть бывают дороги с грунтовым покрытием. Результаты опросов члены общественной организации намерены передать в региональные Минтрансы и администрации муниципалитетов. Будет ли проведена работа над ошибками? Активисты обещали вернуться к этой теме спустя время. Татьяна Леонтьева, Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.